О том, что Хавейл расширит российскую гамму очередным кроссоверам, слухи ходили давно. А теперь китайцы поспешили подтвердить их фактами. До конца весны Марка клянется презентовать модель под названием Джолион. С названием, кстати, история сложная. В Поднебесной автомобиль продают под именем Чулянь, то есть первая любовь. В других странах машину называют Джолайн, где Джой – это радость, а Лайн – лев. Но для нас транскрипцию Джолайн посчитали слишком мудреной, упростив название до Джолиона. Поэтому встречайте – Хавейл Джолион – первый кроссовер на нашем рынке, построенный на свежей платформе Лемон. Эта архитектура славится широким применением высокопрочных сталей и повышенной жесткостью силового каркаса. Кроме того, Лемон поддерживает современную ездовую электронику. Сама модель по формату напоминает Kia Sportage или Hyundai Tucson. Но, в отличие от конкурентов, имеет полузависимую заднюю балку и строго передний привод. А под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор. В родном Китае паркетнику полагаются цифровые приборы, проекционный дисплей и 12-дюймовый тачскрин-медиа-системы. Но нельзя исключать, что российская версия получит более скромный салон. Очевидно, что выпуск Джолиона на Хавейловском заводе под Тулой уже стартовал. Притом делать новинку будут по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. И есть шанс, что глубокая локализация позволит китайцам выставить цену ниже полутора миллионов рублей. Главным соперником Джолиона окажется Джоли Кулрей, который вот уже как несколько месяцев подряд числится главным бестселлером этой марки. Он немного компактнее, но тоже оснащается турбомотором, преселективной коробкой и передним приводом. На Джоли Атлас перестали ставить турбомотор объемом 1,8 литра. На сайте производителя такая версия все еще значится. Однако дилеры прекратили принимать заказы на самую быструю версию китайского кроссовера. Таким образом, в линейке сохранились лишь атмосферники разного объема. Тот, что поменьше, выдает 139 сил, а более крупный – 148. С младшим доступна только механика, а со старшим – автомат. Другая потеря у марки «Черри», что завершила продажи пятиместной версии кроссовера «Тига-8». Отныне покупателям доступен лишь трехрядный вариант. Да и то в топовой комплектации «Престиж». Так что выбрать для переднеприводной модели можно лишь двигатель – полутора- или двухлитровый.